Добрый вечер в студии Натальи Филимонова, собственной персоной гость в студии, исполняющей обязанности начальника управления архитектурой, градостроительства, администрации города Константин Никель. Добрый вечер, Константин Яковлевич. Здравствуйте. Константин Яковлевич, внесены изменения в правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, чего они коснулись? Да, действительно, 28 июля состоялись публичные слушания и предметом являлась очередная редакция внесения изменений в правила землепользования и застройки. Ну, на самом деле, очень много внесено, скажем так, корректировок, более 30, значит, там 26 вопросов касались графической части, то есть это изменение, внесение изменений в карту градостроительного зонирования, территориального зонирования. Да, и остальные моменты касались внесения изменений в регламенты. Ну, по большей части это, конечно, технические правки существующего ранее утвержденной редакции, но и, значит, были изменения предложены, которые касались там территориального зонирования, скажем. Ну, так, в районе Муринских прудов у нас ранее планировалась, значит, территория там около 6 гектар под объекты медицины, сейчас посчитали необходимым все-таки увеличение площадей, или, скажем, территорий для строительства индивидуального жилищного. Поэтому, ну, вот, был момент, который касался, значит, приведения, скажем так, в соответствии территориальных зон. То есть, речь о том, что земельный участок любой не может находиться в двух территориальных зонах, и поэтому там, скажем так, ровный, красивый контур на карте, значит, привели в соответствие с границами, он перестал быть ровным и красивым, но, тем не менее, он теперь, значит, соответствует всем нормам законодательства. Ну, очень много изменений. И мы надеемся, что на заседании, там, в ближайшем заседании городской думы мы сможем депутатов убедить, утвердить эту редакцию. Вы сказали, 26 изменений. 26 — это только касающихся графической части, то, что на карте. Ну, и были еще изменения, которые, вот, повторяю, внесены в регламент, эта текстовая часть. То есть, это добавляли в индивидуальные жилые, допустим, зоны, в условно разрешенные виды, добавили еще там несколько видов объектов, которые могли бы располагаться в этой зоне. И также какие-то, опять же, вот в текстовой части вносили поправки. Если в ранее утвержденных редакциях, допустим, говорится об объектах пункт милиции, то, соответственно, мы должны были привести в соответствие и заменить слово «милиция» на слово «полиция». Ну, вот какие-то такие вот технические тоже вещи. — А самозахваты населенных земельных участков и прилегающих территорий, часто ли они, вот, происходят вот такие моменты? — Вы знаете, вопрос очень серьезный, и он сплошь и рядом у нас, значит, происходит это дело. Ну, вот у нас огромная работа проводится, это у нас началось в 2014 году, весь 2015 год, и муниципальный земельный контроль постоянно осуществляет там проверки с выездами на места. То есть, речь идет о том, что в основном это жилой, частный жилой сектор, то есть, ну, все, наверное, знаете, и у Наталья в том числе, что, допустим, ну, казалось бы, стоит частный дом, за забором вроде как ничья земля, ну, подвину-ка я забор на пару метров, да, потом еще перед домом и за домом, и получается, что вроде земля ничья, по документам у человека 6 соток, фактически занимает, допустим, 12-15 соток, и, конечно же, за землю не платит, и, мало того, возникают трудности, мы столкнулись с этим моментом, когда на голом камне, скажем, вели водовод, водовод, то есть, все сети у нас прокладываются на землях общего пользования, то есть, они для этого и существуют, то есть, это у нас размещаются проезжая часть, тротуары, там, какие-то водоотводные канавы. Какой-то коммуникации, в том числе, то есть, газ, вода, канализация. И на голом камне мы столкнулись с тем, что, причем, сами жители, да, долго-долго ждали реализации этого проекта, но, когда строители вышли на место, уже столкнулись с тем, что на территориях общего пользования стоят гаражи, перед домами территории все прилегающие, заваленные такими-то дровами, стройматериалами, сломанными там никому не нужными автомобилями, там, у кого-то полисадники там, очень большие, допустим, да, заборы капитальные возведены, и со всем этим просто приходится... Да, идет хозяйство, пользование, и очень сложно потом с людьми, скажем так, договариваться или отвоевывать у людей муниципальную землю. Поэтому работа ведется в постоянном режиме, ну, и не только, скажем, это ведется в частном секторе, да, с жилыми какими-то зонами. Это также и с коммерческими объектами, ситуация та же самая. Очень много захвачено, прихвачено земель, но если, скажем, механизм дальнейшей легализации этих земель у юридических лиц, это аукцион, да, то есть формирование земельного участка в нормальных границах и потом выставление этого земельного участка на аукцион, то у частного сектора, да, там, у жителей в индивидуальных жилых домах есть вариант предоставления вот этих вот земельных участков через так называемое перераспределение земель, находящихся там в частной собственности и государственной. Поэтому хочу обратиться к жителям, уважаемые жители, у кого есть такие проблемы, приходите в управление архитектурой и будем помогать решать эту проблему. То есть надо приводить документы в порядок. То есть сейчас, я так поняла, идет работа по выявлению, ну, вот снос, убрать. Здесь вот были такие вот, что уже и студенты, когда вот предложили вот немедленно освободить муниципальную землю? Были, были, но пока вот жители идут навстречу и, значит, ну, после разговоров, скажем там, да, пары-тройки идут навстречу и убирают, скажем, да. Ну, есть случаи, когда единичные, конечно, но, к сожалению, есть, когда не желают освобождать земельный участок и тут тогда уже вступают юридические какие-то в силу моменты. И есть уже несколько решений о сносе, поэтому будем сносить. Реклама и вывески на улицах города еще одна достаточно злободневная тема. Какие изменения вот в этом направлении? Пытаетесь, может быть, внедрить? Или уже что-то сделано? Опять же вопрос очень серьезный и такой объемный. Ну, на сегодняшний момент, опять же, управлением архитектуры проводится работа по, скажем так, составлению, да, или, да, наверное, все-таки составлению, подходящее слово, составлению каких-то правил размещения, да, или правил, которые оговаривали бы внешний вид или размер, объем, цвет, шрифт, вывесок, которые можно было бы размещать, да, на фасадах домов. Ну, это работа такая, нельзя сказать, что, допустим, требования, которые будут предъявляться к проспекту Ленина, необходимо, да, и, наверное, не нужно этого делать, применять на, скажем, вагонке, да, или там, ну, даже на улице газетной могут... То есть это касается исторической части? Нет, касаться будет всего города, но мы решили начать с центральной части города. Вот сейчас на сайте уже размещены, на сайте города размещены, значит, два материала. Это некие такие альбомы презентационные, да, в которых можно визуально посмотреть, какие вывески хотелось бы видеть, да, какого плана вывески, то есть это, ну, однозначно говорим, что это не может быть баннерная ткань. Это, значит, ну, какие-то все-таки больше должны быть архитектурные решения, именно архитектурные, да, это архитектурные и художественные, потому что мы все-таки говорим о фасадах зданий, и вывеска должна вписываться в это дело, то есть вывеска должна быть на месте, она не должна кричать, то есть лишь в чувстве меры истинное благо, поэтому... — А вот почему назрел такой вот вопрос-то, почему такая проблема-то, почему занялись вывесками и рекламой? — Ну, потому что началось, скажем так, засорение среды, то есть это чрезмерное захламление, я бы сказал, фасадов магазинов, да, предприниматели зачастую, зачастую, скажем так, переусердствуют, горячатся, да, в каком-то смысле, что если разместят огромный баннер на фасаде своего магазина, то их заметят, их увидят, ну, есть, скажем так, специфика магазина, да, и если мне, извините, не нужен этот товар, да, хоть ты там что повесь на этом фасаде, я туда не пойду, но фасад здания должен быть виден, и поэтому излишнее захламление это приводит, скажем, ну, где-то даже к неправильному восприятию городской среды, поэтому сейчас будем стараться приводить все в порядок и максимально очищать. Ну, принудительно демонтируются вывески только те, которые не согласованы ранее, а то, что согласовано ранее, конечно же, оно останется до поры до времени, пока не приедет следующий хозяин, допустим, или арендатор Малезина, ну, еще в дополнение, просто, знаете, не очень, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, не очень приятно видеть, скажем, на фасаде продуктового магазина синие яблоки, ну, это как-то по меньшей мере странно. Неэстетичная реклама. Ну, после блока рекламного поговорим об архитектурных изысках в благоустройстве города ко дню Нижнего Тагила. Программа «Собственные персоны» продолжается, и мы продолжим разговор. До ухода на рекламу мы говорили о достаточно серьезных моментах в плане архитектуры и изменения законодательства. Сейчас вот давайте поговорим немножко, наверное, о таких более радостных событиях в нашем городе, все, что касается архитектуры. Глава города Сергей Носов на Иннопроме в Екатеринбурге презентовал Нижний Тагил как территорию, привлекательную для инвестиций. О чем шел разговор? Значит, разговор шел о территории, которую, ну, все тагильчане прекрасно знают. Территория эта расположена между Свердловским шоссе и улицей Юности. Это огромная территория в границах города Нижний Тагил. То есть, если это с запада у нас Свердловское шоссе, с востока это у нас улица Юности, с север это у нас Восточное шоссе и с юга это у нас улица Алтайская, Зеленстроевская, Садоводов. Территория порядка тысячи гектар. Ну, часть ее, конечно же, занята. Сейчас это в районе 400 гектар примерно, да, там соотношение площадей. И речь велась о том, что на данный момент ведется разработка проекта планировки, то есть прорабатывается трассировка улиц, собираются какие-то, собирается информация по потребителям, то есть имеется в виду, что какие энергоресурсы туда необходимо привезти. Ну и в дальнейшем в планах все-таки реализовать идею того, что это огромная территория, посмотреть, проанализировать то, что у нас есть жилье, которое попадает в санитарно-защитные зоны предприятий действующих, да, может быть, как-то его перепрофилировать, может быть, либо необходимо провести работу по санитарно-защитными зонами, да, дальше, значит, работу, то есть, проанализировать, соответствует ли это санитарно-защитная зона. Дальше, значит, по поводу пустующих площадей, это может быть использовано под производство безвредное, да, которое не требует каких-то санитарно-защитных отступов там или зон отчуждения. Дальше у нас уже проведена работа по разработке проекта планировки в части формирования земельных участков, и у нас на территории, вот, скажем, от юности в сторону улицы Автомобилистов у нас разработан проект планировки, который, значит, подразумевает под собой там размещение торговых площадей очень много, значит, и готовится сейчас вот еще публичное слушание у нас готовится все-таки утвердить проект планировки так называемого жилого района «Юность-2». То есть, ну, работа очень большая ведется, и будем рады, если у нас, значит, предприниматели какие-то будут готовы поучаствовать в этом проекте. То есть, площади есть, и милости просим. Да, ряд архитектурных мероприятий проведено по благоустройству в Нижнем Тагиле ко дню города. О каких площадках идет речь, как преобразиться в Нижний Тагил? Ну, надеюсь, что преобразится, конечно же, очень сильно. Но сейчас можем видеть, какие изменения происходят на площади перед кинотеатром «Современник», какие у нас свершились уже преобразования. То есть, это наша замечательная набережная. То есть, сейчас в районе Нижнетагильского цирка там видим, скажем так, следующий этап. Не скажу завершающий, но следующий этап этой огромной работы, я считаю, она действительно такая знаковая. Набережная, собственно, иногда соединила. Да, и это еще не заканчивается, да, история. Потому что у нас сейчас в районе Краеведческого музея тоже огромная работа ведется. И стоит задача завершить ее там, да, для дню города. Следующим этапом, надеемся, в другую сторону двинуться. То есть, это в сторону ГДТЮ. Также работа ведется почти во всех районах города. То есть, мы можем видеть у нас... Константин Яковлевич, простите, пожалуйста, давайте пока не будем из центра города уходить, потому что тут есть еще и кинотеатр «Современник» площадь, которая тоже готовится уже к сдаче практически. Да, 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 да. Что там предусмотрено на этой площади? Какие, может быть, еще вот моменты будут? Как площадь у цирка тоже там свои элементы, скульптуры, симпозиум завершен. Давайте вот об этом. Давайте. Значит, ну, что касается «Современника», там на сегодняшний момент уже, в общем-то, видно, что у нас там предусматривалось. Да, вот осталось еще поставить остановочный павильон. Это просто остановочный павильон, это без торговли, без никому. То есть, это будет вещь, павильончик, где можно будет укрыться там от ненасти. Ну, и, собственно говоря, ну, конечно же, приведут основание там постамента памятника комсомольцам. Ну, а в остальном уже все сложилось. То есть, ограничили движение автомобилей вдоль ДПП. Мне кажется, это очень такое правильное решение. Ну, и, наверное, увидели, да, во что преобразился наш пустующий, неработающий фонтан в какую замечательную клумбу. То есть, ну, площадь должна стать. Она сейчас уже видно, как, в общем-то, она привлекательно выглядит. И очень надеемся, что это станет еще одним из мест, которые очень понравятся тагильчанам, ну, и гостям города. Поэтому планируем очень много мероприятий проводить на этой площади. И все-таки должно получиться. Да, она одна из самых главных, я так понимаю, будет площадок, на которых будут проходить и спортивные мероприятия, и культурно-развлекательные. Да. А цирк? Цирк. Цирк. В районе цирка, значит, тоже можно уже сегодня видеть, что происходит, да, чем там, в общем-то, будем радовать тагильчан. Осталось там дело за малым, грубо сказать, потому что, ну, вот, буквально сегодня, скорее всего, привезут уже скульптуры. Там пока на сегодняшний момент планируем расставить, установить три, значит, скульптуры. Сегодня их должны привезти, там по месту посмотреть, то есть там плотно очень сотрудничаем с скульпторами. Подготовят основания и уже закрепят эти вещи. Ну, и тоже задача-то стоит к дню города успеть. Ну, вот, очень сильно помогают нам, в смысле, не отстают, да, там, с темпами строители. При проведении работы реконструкции цирка Нижнетагильского тоже обещают нам как-то к дню города хотя бы пару фасадов прикрыть. Поэтому, надеемся, что все будет хорошо. Да, другие районы города, ты, наверное, скорее всего, речь идет о поселке Северном. Что там к дню города появится? Поселок Северный, да, там сквер, значит, тоже наведение порядка. Ну, другие районы, вы знаете, у нас город замечательный, только он немножко неухоженный. Поэтому сейчас работы ведутся, и вот я уже говорил, во многих районах города и поселок Северный не исключение. То есть, там в сквере, значит, произведена такая достаточно серьезная реконструкция. То есть, навели красоту, скажем так. Также работы производятся у нас на набережной Нижневыйского порода. То есть, там тоже какие-то точки притяжения, там постарались создать, там детскую площадку установили, воркаут установили, то есть, там деревья посадили. То есть, ну, как-то вот немножко так. Ну, стараемся и надеемся, эти работы будут продолжаться, поэтому... Да, то есть, проектов в городе много архитектурных, где какие уголки привести в порядок, чтобы город... Очень много, очень много, да. Чтобы город, да, преобразить для наших тагильчан. Для наших тагильчан, для удобного проживания в нем, конечно. Да, Константин Якович, время нашей программы подошло к завершению, нам осталось попрощаться. Спасибо, до свидания. Только что собственной персоной был гость в студии, исполняющий обязанности начальника управления архитектурой и градостроительства администрации города Константин Никель. Увидимся. Продолжение следует...